друзья решил вам показать обзор такого драндулета дождик идет немного поэтому может на камеру попадать дождь стоит каминс айсекс тянет ну по сравнению с моим петербиллом детроидом я скажу шикарно тянет капот закрывается на улице такие прикольные штучки раз все и с другой стороны international pro star 2008 год 10 ступенчатая коробка в общем на улице дождик идет и на улице так я показывал раньше просто покажу вам больше внутри включаем зажигание датчики пошли на свое положение выжимаем сцепление и он заводится без сцепления не заводится датчика у него тоже напичкана напичкана удивлению много значит трансмиссионная трансмиссионная температура давление маслом каменц имеется да низкое давление масла поэтому это нормальное давление для каменца температура масла температура двигателя воды значит обороты спидометр зарядка датчик воздуха 2 как я понимаю перед и зад датчик соляры и здесь еще два датчика температура задних мостов средний задний мост как бы передний задний мост и задний задний мост и есть еще два места для двух датчиков еще можно поставить давление турбины нагрев выхлопа значит руль имеет также значит кнопка значит когда опять же кнопка благодарения то есть вы фары тушите когда кто-то с вас обогнал и хочет перестроиться вы нажимаете фары тухнут ваши и он может перестроиться круиз-контрол поставить резум в общем круиз-контроль круиз-контроль вперед что это такое а он круиз-контрол он и ноф то есть включить выключить включить а потом регулируете круиз-контролем дальше значит это тушить задние фары но габариты что сверху я на своем траке показывал что сверху кабины и сверху прицепа когда опять же вы обогнали кого-то и вы перестроились вам помигали разрешили перестроиться вы поблагодарили сигнал воздушный окей engine break то есть тормоз двигателем включить выключить а здесь положение этого двигателя первое положение второе третье и радио станция менять и громкость затем здесь подогрев окон температура в слипере я так понимаю написано температура температура теплее полотнее и вентилятор меньше больше двигатель тормозной тормоз двигателем педаль лак дислак я думаю это значит задние мосты блокировать разблокировать задняя подвеска опускается пневмоподвеска опускается пятое колесо от отмыкается чтобы его можно было двигать и это риджи но это включает этот вот вентилятор то есть не вентилятор а фильтр чтобы очищать систему здесь значит клами контроль магнитофон тормоза то есть это ручник и зарядки три капхолдера вот вот такой вот он выглядит вот так вот он выглядит спереди сейчас включу свет вот так он выглядит спереди значит панель водительское сидение довольно таки я вам скажу удобный так понравилось ехать прикольно но с классикой не сравнится конечно рачах какой-то у него кривой но довольно таки удобный затем у него стоят стеклоподъемники электронные и замыкать пока двери также электрические регулировка стекол дальше плюс большой плюс значит вот вы сейчас видите свет горит да значит в спальнике я сел за руль допустим забыл выключить свет вот пожалуйста нажимал на кнопочку и свет вуаля потух и вот здесь еще один свет включается ну в общем поток нажмал включился допустим да вы включили свет пошли в спальник опять же вот он спальник начнем засниму еще спальник три окна одно назад два по бокам значит горит свет да вы легли спать и забыли выключить свет не хотите вставать здесь пожалуйста бум вуаля все потухло и это вот это значит аксессора лайт то есть я включаю вот эти маленькие лайт видите они еле-еле горят а вот эта вот штучка регулирует яркость меньше видите оп оп то есть вы хотите еле-еле чтоб горел допустим со светом спать там или еще что то и так же его выключить значит окошки шторочки просто такие на липучки закрываются значит плюс большой много кабинетиков и наверху полочки полочки я думаю полностью мало используемы потому что бордюрчик маленький при торможении или больших ямах будет все слетать с него что здесь давайте заглянем здесь ребята не окошко а здесь что-то я не знаю что зеркало я не знаю что это такое может быть сюда что-то должно вставляться какой-то бакс или может быть вторая кровать сюда крепится я не знаю что такое я думал так но может быть кто знает в комментариях расскажите у кого такой трак он знает что это такое и для чего это но очень неудобно что она торчит видите уже два раза головой бился в него но хотел сесть сюда накрывать и бился головой как бы думаешь что там далеко стенка она вот он рядом бакс полочка для компьютера поставить компьютер для телевизора значит шторочки как у всех нормальных траков вы можете закрыться вот значит здесь должна быть по идее рация стоять я думаю там последняя для рации есть также крепить на уши спикеры для рации здесь ничего нету просто может быть какая-то опция идет но в этом нет здесь кабинетик и также с этой стороны кабинетик открывается дальше куча кабинетиков здесь кабинетики реально круто сколько я проехал на нем ни разу кабинетик не открылся то есть он достаточно хорошо защелкивается и также сверху полочка что-то плоское невысокое поставить я думаю шикарно сумку поставить или еще что-то ну я вам скажу очень прикольно а насчет высота спальника метр восемьдесят два где-то я примерно нормально я не люблю очень высокие спальники ну как бы крыши здесь такой средний очень-очень прикольно и здесь еще один кабинетик можно холодильник я думаю сюда установить но здесь просто пока кабинет или можно холодильник сюда поставить вниз большой плюс по сравнению с моим пластика здесь пол ровный просто ровный нету перехода мне нравится и как бы открыто все больше это мне тоже привлекает интересно вот так что такая вот машинка значит пробег на ней шестьсот восемьдесят семь тысяч пробег и я на нем сегодня катаюсь ребят катаюсь на нем сегодня до Мемфиса Танаси и домой обратно в Сент-Луис я думаю еще один рейс я буду на нем делать причина тому потому что мой трак сломался у него у него вчера я когда я приехал домой привез груз в Сент-Луис я должен был перегрузиться взять этот груз и дальше поехать но вернулась коробка коробка передач вылетела шестая нет седьмая восьмая скорость начали шестеренки что-то гудеть трещать там в общем я не стал рисковать далеко ехать поэтому буду менять коробку на ней также засниму видео поэтому я катаюсь на вот этом вот пластиковом хламе довольно таки неплохо идет я вам скажу как бы я даже немножко удивлен я рассчитывал он будет намного хуже но оказалось не так плохо не так плохо вот такой небольшой обзор значит 2008 года International Pro Star у него идет mid roof средней высоты крыша и сверху стоит колпак для того чтобы была обтекаемость повыше к трейлеру есть такие же траки с высокой крышей но это mid roof считается так что такой вот небольшой обзор итак друзья по вашим просьбам делаю видео со стороны чтобы дорогу было видно немного меняю вот видите про седушки что я вам говорил что клыкать надо пристолковый страшно руль дребезжит что-то вообще эта машина немножко конечно есть у нее такой как сказать ну дешевый акцент что ли что у нее пластик такой вот дребезжит пластик вообще так коробка 10 ступенчатая обыкновенная 1000 фит червайдан салфск ну скоростный червайдан салфск перкинс руд в и а и и и и и и и Ну что, друзья, вот продолжаю ехать, поменял немножко ракурс камеры, слышите, какой шум дует ветер, у этого трака дверь почему-то ветром отдувает, прям и воздух задувает кабину, что-то некачественного сделан как-то, в общем, я покатался на нем, скажу, ну, мягко сказать, хлам, американский трак собран очень некачественно, я не знаю, американский, но не американский, international, насколько я помню, вроде international двигатели разрабатывать в Европе, а сами траки, наверное, американцы собирают делать. Ну, в общем, хлам. Хотел сказать еще немного, как бы, об обзоре этого трака, минусы. Смотрите, 2008 год машина, вообще она считается как 2009, потому что там 10 число, когда она была сделана, то есть она была сделана в октябре 2010 года, то есть по тайтлу это идет 2011 год машина. Что хотелось сказать, смотрите, у нее вот я сижу ровно, да, коробка у нее какая-то не очень переключается, приходится с цеплением пользоваться. Не хочет она нормально в скоростях залазить, какая-то она бестолковая. Смотрите, я сижу строго ровно, да, вот как на сиденье сел, вот все, сиденье, сел посередине сиденья, все четко, ровно, все вот удобно, хорошо сижу. Руль находится слева от меня, то есть он не строго ровно соотношением меня, а он сдвинут весь влево, вся панель приборов сдвинута влево, и вот уже, понимаете, об дверь бьюсь рукой, как бы, так близко руль, что постоянно, ну, конечно, положишь локоть на дверь, на дверной панели, оно нормально вроде, но неудобно ехать, немножко начинает меня парить, что руль с левой стороны, понимаете, то есть он сдвинут все влево, все датчики, все, а я сижу чуть-чуть правее. Ощущение, такое впечатление, что как будто у меня сиденье сдвинулось направо, то есть немножко ненормально. потом здесь, как я уже говорил, дверь отходит, да не то, что отходит, тут я палец высовываю на улицу спокойно, не конкретно, не знаю, видно на видеокамере, наверное, не видно, но я не могу сейчас видеокамеру двигать, потому что я с рульом еду. ну, реально, вот я палец просовываю на улицу, прям была здесь палец, то есть изоляция дверей вообще никакая, еду постоянно, дует ветер. вот, еще что хотел сказать, зеркала, крепление зеркал немножко непродуманное или как-то я не понимаю, что происходит с ними, но сильно шатается, особенно правое зеркало, очень сильно шатается и сложно смотреть в зеркало, ничего толком не видно, потому что все ходуном входит. еще какие минусы, трак на дороге очень плохо стоит, то есть, вот ветер сейчас дует, да, вот когда у меня там семья-то по Иринойцу на своем Петербиле, ветер дует, у меня кабина шатается, то есть серьезный такой ветрище конкретный дует и кабина, так вот, трак ходуном, как бы, кабина трака ходуном ходит, но трак стоит строго на дороге и идет четко, как копанный. Этот звереныш, чуть ветер дунет, меня на обочину вышвыривает, я еле ловлю руль, то есть, как парашют, понимаете, дунуло и понесло, очень-очень-очень сильно уносит, прям реально конкретно уносит, не могу понять от чего это, или обтекаемость страка такая, или как бы легкие еду, я довольно-таки легкие еду, я везу всего-то сколько, тонны 3-4, то есть, я очень легкие еду, но я на своем траке пустой ходил с прицепом по сильным ветрам, и у меня так трак не кидало на обочину, так как кидает этот трак, то есть, я ехал в ту сторону, но ветер дул, получается, у нас на север, да, я что-то сориентироваться не могу, север-вест я сейчас иду, да, на уест, получается, на запад дул ветер сильный, меня все время кидало на правую обочину, сейчас я еду обратно, и меня все время кидает на левую теперь обочину, как бы продолжает ту же самую сторону, только в обратную, в обратное движение, тоже влево, в общем, кидает, еще прикол, отсюда все время вода капает, дождь протекает, и все время мне капает вода сюда, вот видите, шлеп, опять капнуло, вот пока мы стоим, сейчас я вам засниму, смотрите, видите, палец полностью вылазит, вон дырка прям на улицу, оттуда прям дует, тут он руку высунуть можно, чисто уже пальцы на улице, конкретно, такой вот хлам, и руль дребезжит весь, такой, крюк какой-то непонятный от руля идет, видите ли, кнопки, кнопки уже дырки в кнопках, все такое, то есть, это говорится о чем, о том, что качество машины, чем новее она, тем она хуже качества, ее не делают на долгое время, ее делают на короткое время, им не нужно, не выгодно заводам делать, чтобы машина ходила долго, понимаете, им выгодно, чтобы машина отходила какое-то маленькое определенное время, и потом ее под списание, чтобы люди покупали новую технику и тратили большие деньги, понимаете, сравнить, допустим, со старой техникой, да, взять любой, Classic Frontliner, Western Star, даже Eagle, Eagle International, там они вместе вроде связаны как-то, каким-то образом, даже вот International взять старого образца, Питер Билл и, за сделаны были качественные, понимаете, у меня на моем траке ничего не облезшее, ничего, все в отличном состоянии, для его 15 лет траку, понимаете, 15 лет, а этому всего лишь, вот, получается, как с 2009 года, то есть, машине всего каких-то 6 лет, 6,5 лет, а она уже до такой степени вся зашарпанная, и пробег всего лишь 687 тысяч, вообще пробег детский, и так убита машина, дребезжит что-то там внутри, гремит что-то, панельки у нее все пластиковые дребезжат, ну, как погремушка внутри, у меня много пластика в моем траке есть, ну, не много-много, но есть пластик, допустим, да, и то, когда он стоит на холостых и работает, там немножко дребезжащая есть, там чуть-чуть, ну, то есть, мелочи очень-очень мало, и мне казалось, что, о, мне, наверное, как погремушка трак, на этом траке еду, я удивился, это реальная погремушка, тут все гремит, по ямкам вообще просто хлам, все такое, как будто сейчас развалится, вот такие вот минусы у этого трака, чисто просто хотел вам донести минусы этой техники, на которую я в данный момент еду, плюса, какие мне нравятся, достаточно, достаточно мягкий трак, вот, и еще очень-очень разворотливый, очень разворотливый, это мне, конечно, понравилось, но я уже говорил в предыдущем видео, что меня не пугает, не пугает тяжелоповорачивающиеся траки, то есть, чуть назад сдал и поехал дальше, проблем нету, это так, чисто для обзора людям, кому интересно, так что такие вот плюсы-минусы этой машины, этой фуры, но руль реально достает, ну, просто слева от меня, понимаете, если всем сейчас, сейчас я одну секунду переключусь, хотя там уже там нельзя, смотрите, вот я сижу вот ровно, да, не знаю, как видно или не видно, если по моему пузу мерить, так сказать, вот, видите, где моё пузо, да, вот оно строго ровно, вот так вот, а руль слева, то есть, на приличное расстояние, слишком близко, видите, к стойке, слишком близко датчики и весь руль как бы сдвинут, и, ну, не ахти, неудобно, вот такой вот примерно обзор, вот я подставил камеру к самому лицу, вот так вот я вижу траки, то есть, обзор неплохой у него, улицы, так сказать, вид самого трака, достаточно стекло лобовое, цельное, достаточно так, хорошо, вид хороший, неплохой, панель низкая мне нравится, то есть, неплохо, неплохо, вайзер бы ему сюда вот солнечный кинуть, вообще была бомба, неплохо, engine brake, то пашет, то не пашет, тоже непонятно, что с ним, еще минус, включаю engine brake, нигде на панели нету кнопок, лампочек, что горит, горит и говорит мне о том, что у меня engine brake включенный, то есть, я не знаю, включенный, не включенный, я начинаю переключаться, дыррр, выключаю ее, понимаете как бы кнопка, потому что включить и выключить нажимается одним у меня в траке вверх поднял я вижу, что он включен мне не нужна кнопка, ничего не нужно видеть в Вольве тоже там вверх поднимается, вниз поднимается то есть там видно, включено, выключено очень легко определить включен ли инчин брейк или нет здесь же никак нельзя так зарычал, ага, выключил постоянно надо дергать в общем идет неплохо в общем идет неплохо шатается, конечно, немного, но это резина и все такое, хотя резина у него неплохая, я посмотрел вот, тянет так нормально я думаю, у него 400 чем-то, 450 может быть, камин сейчас стоит вот видите, сейчас пасет кто пасет, кто не пасет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...